Стоят и гниют. Заброшенные автомобили мешают барнаульцам парковаться. Недавно в соцсетях появился пост «Уберите машину, мешает». Его написал Юрий. При встрече он рассказал нам, что брошенные авто – давний бич их двора. Владельцев никак не получается разыскать. Поэтому, если клеить какие-то наклейки на машины с просьбой их перепарковать, хотя бы на какие-то дальние парковки за домом. Потому что есть инвалиды, есть семьи с детьми, которым бы хотелось, наверное, все-таки парковаться поближе к подъезду, поближе к своей территории. О проблеме заброшенных автомобилей жильцы по улице Гущина, 153В, знают не понаслышке. ВАЗ-2115 стоит здесь уже 5 лет, без госномеров. Хозяин до сих пор не найден. И это не единственная брошенная хозяевами машина. Например, этот автомобиль стоит здесь уже 11 лет. За это время даже успел порасти мхом. Жильцы дома говорят, что уже пытались найти владельца, но все попытки тщетны. ГИБДД нам пояснили, что автомобили хоть и бросили, но частной собственностью они от этого быть не перестали. Если машина припаркована правильно, то может простоять во дворе хоть сотню лет. Собственность гражданина защищена законом, поэтому просто переставить, передвинуть, убрать ее вы не имеете права. Если, повторюсь же, данное транспортное средство не стоит с нарушением правил дорожного движения, не мешает проезду, в этом случае мы ничего сделать не можем. Но что делать, если машина припаркована правильно, но владелец автомобиля скончался или переехал в другой город? Юрист говорит, что такие прецеденты есть. В таком случае избавиться от авто проще. Нужно обратиться в ТСЖ с коллективной жалобой или напомнить родственникам хозяина о существовании машины. В случае, если человек умер, и у него не осталось близких родственников, которые не приняли данное наследство, то в любом случае данную ситуацию необходимо решать в судебном порядке. То есть выходить дома, жильцам дома, в сельском сорт, в судебном порядке признавать данное транспортное средство бесходным и последующим утилизировать его. Кстати, пока одни пытаются законно убрать жестяной мусор, другие наживаются на отсутствие хозяина. В пунктах приема металлолома машина очень частый продукт. Однако не на камеру нам рассказали, что без документов машину не принимают. Даже ту, владелец которой неизвестен уже много лет. А юристы в принципе не советуют заниматься сбытом брошенных авто. Самостоятельно прибегать к тому, чтобы данное транспортное средство каким-то образом утилизировать, переместить. Я бы это не советовал. В связи с тем, что здесь вы можете попасть под уголовную постигаемую порядку статьи 166. Уголовная постигаемая субститута, которая будет выполнена. На сегодняшний день в крае нет закона, регулирующего утилизацию бесхозных авто. А жители вынуждены проходить буквально 7 кругов ада, чтобы вычислить настоящего владельца и избавиться от машины. Сейчас в Барнауле около сотни ржавых брошенок, которые доживают свои дни во дворах города. Быть может, когда-нибудь за ними и вернутся. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин, Александр Лизратов. День с толком.